Вселатвийский субботник, когда общими силами приводится в порядок территория после зимы, в этом году назначен на 27 апреля. В Венсполсе по многолетней традиции организуются свои особые субботники. И первая на очереди – постройка скворечников для птиц, взамен обычной уборки мусора. Это не творческая работа, и каждый владелец земли должен свою территорию, она должна быть чистой в любом случае, вот как при школе, чисто, чисто. И весь год такая должна быть, а не то, что мы пойдем с школьниками, или вы, например, будете вместо кого-то убирать землю, которая кому-то принадлежит. Правильно? Это неправильно. В этом году скворечники мастерили учащиеся восьми учебных заведений Венсполса. В среднем скворечник служит лет 10. Каждый год необходимо обновлять птичьи апартаменты, и домиков должно быть чем больше, тем лучше. Я каждый год 40 ставлю скворечников. Для этих дроздов 20, и для таких маленьких птичек, лесу, там каждый год надо снимать и чистить, а для дроздов не надо снимать, чистить. И в этом году тоже самое. Потому что, ну, они как, они где-то 10 лет, потом они уже падают, и потому надо все время обновлять. В прошлом году, ну, где-то две трети было заполнено. Плохой год был какой-то. А до этого всегда было полно, а в прошлом году нет. Не знаю, как в этом. Тоже может быть проблематично, потому что уже, посчитайте, уже какой апрель, они должны были уже давно прилететь. Среди скворечника строителей были люди уже опытные, были и те, кто впервые в жизни взяли в руки молоток и гвозди. Мне, если честно, трудновато. Никогда не пробовал делать скворечники, никогда не знал ее конструкцию. И вот первый раз как-то сложно вышло. Хоть чем-то можно заняться. И все. Должны чем-то поддержать город, и тем более птицы скоро прилетят, должны прилететь, в основном случае. Вот и делаем домики для них. Коллектив во всех школах собрался преимущественно мужской. Но были и представительницы прекрасного пола с азартом сколачивающей птичьи домики. Это мой первый гвоздь, вбитый в дерево. Вот, очень хорошо идет. Надо же попробовать все в своей жизни. Все надо попробовать. Это первый твой скворечник или ты уже... Нет, первый. И то полскворечника. Я так чисто пришла гвозди забить и все. Девушка в команде. Она может поддержать и что-то сказать, может что-то увидеть, что мы неправильно делаем что-то. Любое дело всегда найдется, кому поругать и хитро покритиковать. Не обошли своим вниманием критиканы и общегородскую постройку скворечников. Почитал тут комментарии накануне по поводу того, как люди объясняют свое нежелание участвовать в субботнике. И честно говоря, думаю, что люди только не придумают для того, чтобы лишний раз пятую точку от стула не оторвать. Мне как раз очень нравится, что в Венспилсе субботники проводятся не по принципу. Все, что за год не сделали, пошли и сделали. Значит, сейчас убрали всю гадость, что накопилось. А делают что-то такое, чего они в принципе... Ну вот, можно бы и не делать, но так будет лучше. Собрались вместе люди незнакомые, сделали вместе что-то хорошее. Поэтому давайте меньше ворчать, больше делать. Через две недели, 20 апреля, состоится еще один субботник, поддерживающий вторую традицию – посадку деревьев. Если уж субботник, давайте тогда творческий должен быть. Вот скворечник сделали, или мы будем 20-го сажать деревья. Вот по курсам, по отсколам улицы. И это опять мы, не знаю, по-моему, 20 лет уже сажаем деревья. А все основные аллеи, вот тут самая улица Целдняку, улица Таусу, это же мы сажали. В этом году скворечники были готовы в рекордные сроки, в течение часа, так как собирали домики уже из готовых заготовок. Все участники субботника удостоились благодарности от Венсполского самоуправления. Юлия Костенко, Марик Сумленный, Курзамское телевидение.